МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА С главными событиями к этому часу в студии телеканала Север Ольга Руссул. Здравствуйте! И в этом выпуске. Актуальная транспортная тема. На еженедельной планерке губернатора Ненецкого округа обсудили строительство дороги на Ренмар-Усинск, реконструкцию взлетно-посадочной полосы в окружной столице, а также новую пожарную технику. Первый признак весны – тюльпаны. Живые цветы к празднику дню 8 марта традиционно вырастили для наринмарских женщин в тепличном комбинате «Солнышко». 16 медалей спортсмены из Ненецкого округа вернулись из Архангельска, где проходили соревнования по тэквондо. Об этом не только в ближайшие 20 минут. Еще один случай заболевания коронавирусом зарегистрирован в Ненецком округе за прошедшие сутки. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора. Таким образом, с начала пандемии в регионе выявлено 1024 подтвержденных случая COVID-19. По данным медицинских организаций, за прошедшие сутки выздоровел один пациент. На лечении под наблюдением с подтвержденным результатами ПЦР-лаборатории уровня референс находится 43 пациента, в том числе один бессимптомный носитель. Из них в стационаре получают лечение 13 человек. 30 находятся на амбулаторном лечении. Напоминаем, что в Ненецком автономном округе действует режим повышенной готовности, а также меры, направленные на недопущение распространения коронавирусной инфекции, в том числе режим самоизоляции для граждан, прибывающих с территории других регионов. Масочный режим. Задать вопросы, связанные с COVID-19, можно на региональную горячую линию по коронавирусу. По короткому номеру 122. Звонок бесплатный с мобильных и городских телефонов. Записаться на вакцинацию от коронавируса в Нарьинмаре и Заполярном районе можно через портал госуслуг по единому номеру горячей линии 122, а также своей медорганизации. Строительство дороги Нарьинмар-Усинска, реконструкция взлетно-посадочной полосы, воздушные гавани окружной столицы, а также новая пожарная техника. Эти темы стали основными на еженедельной планерке при главе региона. Наталья Дуркина продолжит тему. Еще в феврале Юрий Бездунный поручил разработать программу по обновлению пожарной техники в селах и провести дистанционное обучение пожарных. Уже сейчас первая машина отправилась в Каратайку. Автомобиль марки «Урал» пришел на смену машине, которой уже более 40 лет. Сегодня в поселок Каратайка мы доставили пожарную машину. Готовим к передаче документацию по передаче второй машины в Усть-Кару. В соответствии с вашими поручениями продолжается работа по подготовке проекта плана. На данный момент проводится работа по передаче в село техники от МЧС России. Как стало известно, в ходе совещания еще одну пожарную машину отправят в Усть-Кару. Следующий вопрос еженедельной планерки касался доставки лекарств в окружные поселения. То, что касается льготных лекарственных препаратов, они уже отпускаются без учета маркировки. Они с маркировки снимаются в аптечной организации, в головной. Те препараты, которые идут в родину, сюда, там есть небольшие сложности, потому что не во всех селах у нас есть необходимое оборудование. Мы сейчас закупаем дополнительно компьютеры, регистраторы выбытия и онлайн-кассы для того, чтобы в селе можно было эти лекарства реализовать. И до конца марта у нас все села будут оснащены необходимым оборудованием, чтобы уже снимать с маркировки эти препараты, внести он дополнительно непосредственно. Из-за сложившейся в регионе эпидемиологической обстановки некоторые дошкольные образовательные организации приостановили свою работу. Детский сад «Нижний Пеша» — это 17 февраля по 3 марта закрыта средняя группа по контакту с заболевающим коронавирусной инфекцией. Детский сад «Андик» — подразделение нашей школы в «Андике». С 24 февраля по 2 марта закрыто все учреждения по ОРВИ. Детский сад «Сказка» — с 26 февраля по 4 марта закрыта старшая группа по ОРВИ. Детский сад «Радуга» — с 26 февраля по 4 марта закрыта старшая группа по ОРВИ. На сегодня это такая обстановка. В завершении совещания Юрий Бездудный поделился новостью о проведении переговоров с Министерством транспорта России. В частности, обсуждался вопрос о реконструкции взлётно-посадочной полосы аэропорта. Взлётно-посадочная полоса давно не реконструирована. Воздушный флот меняется, тип воздушных судов тоже меняется. И через какое-то время наша взлётно-посадочная могла бы уже не принимать те воздушные суда, на которые переходят сейчас все авиакомпании. Тоже есть понимание, в целом, в ближайшее время приступаем к проектированию взлётно-посадочной полосы и навигационных систем, которые позволят принимать воздушные суда, самолёты в любые погодные условия. Кроме этого, поговорили о ходе строительства дороги на Ринмарусинск. В принципе, есть понимание, что дорога не просто нужна, а жизненно необходима нам. И на уровне правительства в ближайшее время будет принято решение о выделении дополнительных средств на строительство дороги. Поэтому на этот и на следующий год нам будут выделены дополнительные средства на строительство дороги. Напомню, дорога на Ринмарусинск строится в рамках федерального проекта «Региональная и местная дорожная сеть». Национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». И теперь важная информация для жителей Заполярье. 3 марта на территории Ненецкого округа будет проводиться комплексная техническая проверка готовности региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения. Об этом информирует Управление гражданской защиты и обеспечение пожарной безопасности Ненецкого автономного округа. Проверка начнется в 10 часов 40 минут и продолжится до 11 утра. Будут включены электросирены и громкоговорящая связь. Жители региона в период проведения проверки просят соблюдать спокойствие, не поддаваться панике и заниматься повседневными делами. На протяжении нескольких лет Красновская средняя школа неоднократно становилась победителем конкурса социальных и культурных проектов компании «Лукойл». На грантовые средства для образовательного учреждения приобретают оборудование, которое позволяет сделать учебный процесс увлекательным и разносторонним. Фотографии с изображениями природы и животных родного края не так давно украсили стены Красновской школы. Практически все снимки сделаны самими учащимися и педагогами. Школа стала намного уютнее благодаря и картинам, и растениям. Появился какой-то некий домашний уют, которого так не хватало стенам школу, да и в целом самой школе. Украсить стены образовательного учреждения фотографиями и картинной галереей на третьем этаже удалось благодаря гранту компании «Лукойл». Также при поддержке нефтяников в Красновской школе появился свой пока небольшой зимний сад. Обустроить его в фойе школы – давняя задумка учителей и школьников. Каждая группа ребят выполнили отдельный проект, и одним из проектов стало создание зимнего сада. Все растения, которые здесь представлены, они выращены самостоятельно. На съездство гранта приобретены вазоны, почва. Весь труд – это наш труд и труд наших детей. Здесь представлены драцена, дифенбахия, колиус, бегония, традисканса и много других видов. Обустройством зимнего сада занимаются старшеклассники, которые увлекаются биологией. Юные натуралисты сами выбирают растения для посадки, а затем ведут регулярный уход за ними. Для школьников это любимое занятие, к тому же приносящее пользу окружающим. В нашей школе представлен зимний сад, разные виды растений, которые приносят неоспоримую пользу для здоровья, но также украшают интерьер нашей школы. Их можно увидеть в главном холле, разное множество. Школьное научное сообщество во главе с учителем биологии Натальей Панариной неоднократно становились победителями ежегодного конкурса социальных и культурных проектов компании «Лукоэлл». Благодаря многолетнему сотрудничеству удается не только преобразить родную школу, но и представлять Ненецкий округ на различных выездных конкурсах. В 2019 году по итогам конкурса социальных проектов, проведенного ООО «Лукоэллкоми», школа-поселка «Красное» стала одним из победителей. Благодаря этому удалось заключить договор пожертвования. В 2020 году, после участия нашей школы вновь в том же самом проекте, в том же самом конкурсе социальных проектов ООО «Лукоэллкоми», мы вновь стали одними из победителей и также был заключен договор пожертвования. Кроме того, при поддержке нефтяников учащиеся Красновской школы изучают биологию с помощью самых современных цифровых микроскопов, которые также были приобретены на средства компании «Лукоэлл». Александра Литкова, Антон Водряков, Телеканал «Север». Как вести себя при обнаружении археологических предметов? Как показывает практика, не все жители России знают об алгоритме действий. Проблема деятельности черных копателей в масштабах страны, наносящих урон ее культурному наследию, стоит сейчас достаточно остро. Как пояснили в Ненецком краеведческом музее, все археологические предметы, залегающие на поверхности земли, в почве или под водой, находятся в государственной собственности. Сегодня существует несколько нормативных актов, регулирующих эту сферу. В соответствии с российским законодательством, любые виды археологических работ могут проводиться только при наличии специального разрешения. Открытого листа, выдаваемого Министерством культуры России. Поиск и сбор предметов древности, а тем более проведение земляных работ без открытого листа запрещены. Очень часто многие из жителей нашего города видели в тех же социальных сетях такие публикации с фотографиями находок, сообщения об этом часто поступают и в наш музей в том числе. Иногда эти сообщения сопровождаются своеобразной такой бравадой, в полном отсутствии понимания того, что этими действиями наносится ущерб культуре и науке не только нашего региона, но и всей страны. Что касается ответственности за проведение исследований без открытого листа, то эту сферу регулирует Кодекс об административных правонарушениях и есть даже статья в Уголовном кодексе, которая касается этого вопроса. Что касается современного порядка действий, который сформировался в законодательстве при обнаружении археологических находок, то в первую очередь при обнаружении этих находок, исторических памятников каких-либо, если это, конечно, будет обнаружено, то необходимо уведомить региональные органы охраны памятников истории и культуры. У нас это комитет охраны памятников в структуре Департамента внутренней политики и НДЗРУНАЛ, внутреннего контроля НДЗРУНАЛ. Необходимо также приостановить все работы, которые ведутся, это земляные работы, строительство и так далее. Безусловно, запрещено самовольное изъятие находок и, конечно, самовольные раскопки тоже, безусловно, запрещены. Подобные меры связаны и со спецификой археологической науки. Дело в том, что для полноценного изучения и достоверных научных выводов важен не только сам предмет, но и место его обнаружения, взаимное расположение находок и так далее. Необходимо, скажем так, комплексное изучение самого предмета и места его обнаружения, которое может быть произведено лишь единожды. Дарите женщинам цветы. Живой букет – один из самых популярных способов выразить свои чувства. Причем не только на 8 марта. Наша съемочная группа побывала в тепличном комбинате «Солнышко» и узнала, что можно подарить прекрасной половине земного шара. Подробности в сюжете Елизаветы Кабановой. В преддверии Международного женского дня на полках-магазинах красуются сотни цветов. Классика любого праздника – розы. Для любителей чего-то оригинального – цветки в горшках. Но самые популярные, конечно же, тюльпаны. Желтые, розовые, красные, иногда даже синие. Все это буйство красок приносит девушкам немало радости. Но как же их выращивают? Луковицы начинают высаживать уже в октябре. До конца февраля тюльпаны находятся в холодильной камере. И как только стебель достигает 10-15 сантиметров, их переносят в теплицу. Специальное освещение позволяет бутонам дозревать естественным путем. И как только цветок обретает нужный цвет, его срезают. В этом году очень дружная была такая схожесть. И солнечная радиация, вот в феврале было много солнечных дней, они позволили нам получить продукцию ровную, так скажем, дружной схожести. И в последние выходные дни уже началась срезка. После срезки тюльпаны находятся в специальных охлаждающих камерах. 12 тысяч цветов различных сортов ожидают в своей очереди, чтобы попасть в вазы и радовать жительниц нашего региона. В этом году выращивали 14 сортов голландских тюльпанов. Так как тюльпанов хватает не всем, в тепличном комбинате «Солнышко» уже не первый год также выращивают горшочные растения. Сортов немного цветов, но, тем не менее, они все в миксе, то есть несколько расцветок. Бальзамин, например, новогвинейский, пять окрасок имеет. А цикламены там вообще много очень, от белого до темно-фиолетового, палитры вся. Помимо цикламина персидского, бальзамина новогвинейского и герани, также выращивают и бегонии – белые, желтые и также с необычными названиями, такими как «карнавал» и «бориас». Для тех, кто хочет наслаждаться красотой цветов больше, чем неделю, горшочный вариант кажется идеальным. А тем, кто не любит возиться с землей, подойдут тюльпаны, которые при правильном уходе могут радовать глаз около двух недель. В Индике продолжается подготовка к фестивалю «Корюшки». Он пройдет в Ненецком округе уже в третий раз. В этом году датой начала выбрали 7 марта. До начала эколого-направленного фестиваля организаторы проводят в школах занятия с детьми, чтобы напомнить о бережном природопользовании. Ребята ожидают различные познавательные лекции и квесты, чтобы подрастающее поколение с ранних лет понимало о важности сохранения природных ресурсов. В этом году мы везем к ним мультстудию «Кубик». И ребята будут заниматься мультипликацией тоже на экологическую тему, на тему охраны природы. Также для школьников мы запускаем конкурс подделок про животных Арктики. Также у нас будет выставка рисунков. И достаточно много таких мероприятий проходит, которые с детьми. Что касается самого фестиваля, традиционно осталось 4 конкурсных площадки. Главным событием этого дня станет рыболовное состязание. Также на площадке будут проходить спортивные соревнования в традиционных ненецких видах спорта. Кулинарный конкурс и конкурс снежных скульптур. В каждой номинации для призеров подготовлены награды. Главный конкурс у нас рыболовный. В этом году у нас будет награждение денежные призы в первых трех местах конкурса. Это 50 тысяч первое место по весу, второе место 20 тысяч и третье место 10 тысяч. И также будет еще 4 номинации дополнительных, в которых мы тоже будем дарить очень хорошие призы. Для того, чтобы поучаствовать в рыболовном турнире, необходимо утром 7 марта подойти на место проведения фестиваля и зарегистрироваться. Организационный сбор составит 1000 рублей за взрослого человека и 500 рублей за ребенка. На фестивале будут организовано горячее питание и тематические площадки от заповедника Ненецкий и туристического центра. Вошли в тройку лидеров. Тэквондисты из Ненецкого округа успешно выступили на соревнованиях, которые проходили в Архангельске. В общекомандном зачете они заняли третье место и привезли с собой 16 медалей. О том, как проходили соревнования и о дальнейших планах спортсменов узнала наша съемочная группа. Дарья Тайгузина с последних соревнований вернулась с победой. В спортивной копилке девушки теперь еще две золотые, одна серебряная и две бронзовые медали. Отличный результат. Тэквондо Даша, обладательница черного пояса, занимается 10 лет. В планах одержать победу на чемпионате мира. Во-первых, нужны упорные тренировки каждый день. Упорно тренироваться физически, морально. А есть какие-то ограничения? Ты себя чем-то ограничиваешь? Нет. Категорию? А, ну да, худеем. Святослав Егоров своим результатом на этих соревнованиях не удовлетворен. Медаль бронзовая, а хотелось бы золотую. Но победа – это дело времени и упорных тренировок, уверен мальчик. Вы все, кто поехал на эти соревнования, должны выиграть или проиграть? Ты выиграл? Нет, проиграл. Проиграл, а медаль-то у тебя все равно? Это же медаль с этих соревнований. Александр Краснолуцкий не только выступил на соревнованиях, но и сдал норматив на черный пояс. Теперь планирует показать свои силы на Кубке России, если тренер одобрит его участие. Готовился долго. Во время сборов каждый день готовился и сдал. Более 200 спортсменов из 8 регионов и Ненецкий округ среди них в тройке лучших. Результат, прямо скажем, отличный, считает тренер Владимир Крупа. 11 участников из нашего округа в общей сложности завоевали 16 медалей. И это при том, что почти 8 месяцев у тэквондистов был вынужденный простой из-за пандемии. С марта прошлого года по сентябрь не занимались. Вообще не занимались, занимались только онлайн. Были онлайн тренировки. Дети повторяли все дома самостоятельно. Ну, с сентября начали тренировки, начали упорно готовиться. Так что, я думаю, ничего не сказалось, все нормально. Сейчас спортсмены готовятся к соревнованиям, которые пройдут в конце апреля в Одинцово. Ольга Русул, Вадим Носкин, телеканал «Север». И на этом у меня все. Далее прогноз погоды на телеканале «Север». Оставайтесь с нами. Продолжение следует...